Лидерство важно. Посмотрите со мной на третью главу исхода. Это известное место о призвании Моисея. Богу нужен лидер. Он отправился в пустыню за конкретным человеком. Это не было случайное решение. У него есть конкретный человек на уме, и его зовут Моисей. Моисей 40 лет пробыл пастухом. У него есть семья, это не особо интересует его, но его внимание привлекает горящий куст. Вы знаете историю. Изначально у него были проблемы с обувью, но с этим быстро разобрались. Бог начинает рассказывать Моисею о том, что он знает. Исход 3 глава 7 стих. Бог говорит, «Я увидел страдания народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Иду избавить его от руки египтян и вывезти его из земли сей, а в землю хорошую пространную, где течет молоко и мед, в землю других народов». Давайте остановимся на минутку. Он говорит, «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Бог говорит, что услышал, увидел и собирается сделать семящий. Я увидел страдания народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Иду избавить его и вывезти его из земли сей в землю. И хвопль дошел до меня. Я увидел, как их угнетают. Текст не дает нам ответ Моисея, но я представляю, как это было. Мне кажется, что когда Бог начал говорить Моисею эти слова, Моисея захватили эмоции, он начал плакать. Моисей вырос в Египте. У Моисея не было сверстников, потому что все мальчики, которые родились в одно время с ним, были убиты. У него не было сверстников. Он был сам в своем классе. Он был аномалией во всем. Он вырос во дворце фараона, имея все привилегии и возможности. При этом он знал, что его народ страдал от несправедливости за стенами дворца. Будучи молодым человеком, он заступился весьма жестко за евреев, рабов, убив египтянина. Из-за этого ему пришлось бежать из Египта. Я считаю, что те 40 лет, что Моисей провел в пустыне, он ощущал скорбь, стыд и вину за то, что не мог помочь своему народу. Он жил на свободе, пока они оставались рабами. В его жизни были свобода, привилегии, возможности, в то время как его народ жил под игом рабства. Но однажды он увидел горящий куст. Он подошел к кусту и услышал, как Бог сказал, «Я увидел страдания народа моего». Мне кажется, что это шокировало Моисея. Мне кажется, что прежде чем Бог закончил говорить, Моисей оказался на коленях в слезах. «Боже, спасибо!» Да, конечно, Боже. И так вплоть до 10 стиха. Бог говорит, «Я видел это, слышал то и сделаю это. И теперь я посылаю тебя». Ой, постой, я был с тобой вплоть до этого момента. На самом деле, Моисей сказал намного больше, выступая против Божьего предложения. Я не говорю нормально. А что, если я вернусь, а они спросят, кто тебя послал? И так было вплоть до того, пока Бог не разозлился на Моисея. Он сказал, «Ты пойдешь так или иначе, хоть горизонтально, хоть вертикально, я верну тебя в Египет». Но это уже мой период. Богу нужен был лидер. И Моисей был подготовлен к этому. Моисей вырос во дворце, он знал хранителей ворот, знал залы власти, он знал людей, которые также накрывали на стол, помимо всего прочего. Его не пугали люди, которые были там. Те, кто обладал властью при дворце. Он был там всю свою жизнь. Он знал язык и протокол. Он знал реальность и образы. Он знал тех магов, с которыми столкнулся, когда бросил вызов фараону. И Бог сказал Моисей, «Мне нужно, чтобы ты вел народ с верой». И Моисей, как многие из нас, сказал, «Спасибо, но нет, мне лучше с овцами». Я пробовал это, и ничего хорошего не вышло. «Тебе нужен кто-то другой». А Бог сказал ему, «Ты иди». Бог продолжает набирать народ. Он продолжает уникальным образом снаряжать людей. Мы с вами представляем его уникальную подготовку к 21 столицу. Это вас не убедило, конечно. Так давайте посмотрим на новый завет. Деяние, 9 глава. В первой главе «Деяний» Иисус возвращается на небеса. Это вознесение. А вот в 9 главе Он впервые возвращается назад. Я хочу познакомить вас с Авлом Тарсянином. Он фарисей. Это значит, что он религиозный еврей. Но он не просто религиозный еврей. Его обучали с самого детства. Он был восходящей звездой в общине фарисеев, которые существовали в иудаизме первого столица. Книжники, фарисеи, саддукеи. Их было много, и между ними было соперничество. Практически так же, как и между христианскими течениями. Мы понимаем фундаментальные моменты, и нельзя сказать, что мы все болеем друг за друга. Павел трудился над тем, чтобы фарисеи получили больше власти, влияния. Первые христиане все были иудеями. Они не отделялись от иудаизма. Это была часть еврейского общества, которое верило в то, что Иисус – Мессия. Они все были иудеями, только иудеями за Иисуса. Но Павел считал их угрозой. Фарисеи считали их угрозой. Они могли забрать у них власть, влияние на людей, и поэтому все хотели избавиться от них. Они считали их еретиками. Мы склонны поступать так с людьми, которые не согласны с нами. Павел весьма агрессивно гнал эту группу людей, которая называла Иисусом из Назарета – Мессией. Он сажал их в тюрьмы, даже поддерживал их убийство. И это придавало ему политического влияния. Он стал восходящей звездой. Именно таким мы видим его в 9 главе. Прочитаю вам первый стих. «Савл же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа». Угроза – убийство. Он идет за разрешением. Он практически вычистил все в Иерусалиме, и теперь он отправился в путь в Дамаск, чтобы найти всех, кто называет Иисуса Мессией. Он получает разрешение, идет в Дамаск, и тут Иисус возвращается назад. Он хватает его за шею, бросает в пыль и говорит, «Что ты делаешь?» Павел – умный человек. Он говорит, «Кто ты, Господи?» Он ослеп. Он идет в Дамаск, ожидая того, что же будет дальше. А Иисус тем временем прикоснулся к ученику в Дамаске по имени Анания. Он говорит, «Я хочу, чтобы ты пошел к Савлу». Анания говорит, «Господи, позволь мне помочь тебе. Ты не смотрел свежие новости. Он плохой человек. Он пришел сюда, чтобы найти меня и других. Мы избегаем его, а не идем к нему». А Иисус говорит, «Нет, мне нужно, чтобы ты пошел к нему. У меня есть послание, которое ты должен ему передать. Я сказал ему, что ты придешь». Ну, чудесно! Это записано в Деяниях 9 главе 15 стихе. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог действовал настолько конкретно, что сказал Савлу, кто придет к нему. Он знал, что у него есть проверенный ученик, который будет следовать вере, и это Анания. Бог доверял Анании, чтобы он передал послание. «Пойди и скажи этому персонажу, что он Мой избранный сосуд». Он думал, что должен быть фарисеем, а я выбрал его в качестве защитника Иисуса перед язычниками, лидерами этих народов и для иудеев. Никто не был лучше подготовлен для того, чтобы быть защитником Иисуса, чем Павел. Церковь вышла из еврейской общины. Главной угрозой для церкви были законы и дух раввинистического иудаизма. Саул был подготовлен для того, чтобы сказать, «Мы не отделяемся от вас. Мы стоим вместе в авторитете Писания. Мы не антагонисты для еврейской общины. Лидерство меняет мир». Есть люди, которые еженедельно оказывают вам безоговорочное доверие. Они принимают ваше наставление о вопросах здоровья, финансов. Это люди, которые смотрят на вас и полностью доверяют вам. Есть соседи, которым важно ваше мнение. Если вы наставляете ребят, то перед игрой вы помолитесь, а если вы идете на работу и обедаете там, то перед едой склоните голову и помолитесь. Не нужно привлекать внимание, проповедовать или осуждать. Проявляйте свою веру во всех сферах жизни. Хорошо? Обудьте со мной. Я хочу сказать вам, что время очень важно. Это наша стража. Я не считаю, что мы с вами случайность природы. Я не считаю, что мы космическая случайность. Ничто в нашем мире не говорит мне об этом. Точность орбиты Земли вокруг Солнца настолько точна, что изменение даже на часть градуса сделает жизнь на планете невозможной. Особенности вашего тела, вашей иммунной системы, вашего глаза и всего необходимого для зрения говорят о том, что Бог, создавший все, является Богом порядка и намерения. Я не считаю, что мы с вами появились благодаря вероятности. Я считаю, что когда Бог смотрел на человеческую историю, видел это время в начале 21-го столетия и выбрал вас и меня, чтобы быть частью этого. Точно так же, как Он поместил Петра, Иакова и Иоанна в Израиле первого столетия. Он поместил нас в 21-м веке. Это наша стража. Это наша страна. Что они скажут о нас? Они собирались в церквях и голосовали по поводу того, подходит музыка или нет. Мы спорили о том, какой перевод читать. Мы спорили о времени дня, в котором нужно собираться. Запомните, это наша стража. Это священное доверие, а не случайность. Я хочу, чтобы об этом поколении говорили, что мы бесстрашно, а выступали за Иисуса из Назарета, как за Господа, Христа и Царя. Обычно мы изучаем историю в ее поворотные моменты. Это неплохо. Просто мы так запоминаем критические битвы, в которые появлялись царства, или критические решения, которые разрушали царство ключевых людей. Я верю в Божию экономику Писания. Это одно из поворотных поколений. Меня это радует, а не пугает. Мне нравится смотреть на историю так. Вспомните революционный период и темные улицы Бостона, когда британцы наступали. Вспомните это. Если бы все пошло не по его плану, он бы не увидел нового восхода. Когда я читаю Евангелие, то тоже вижу историю. Было бы чудесно оказаться в лодке в ту ночь, когда Иисус пошел через озеро. Было бы здорово оказаться возле Иерихона, когда Иисус проходил мимо, а Вартимей сказал, «Я вижу». «А вы хотели бы оказаться с Петром и Иоанном, когда они побежали ко гробу, а тот оказался пустым?» Но Бог не призвал нас в те места. Он поместил нас здесь. И это наше. С вами стража. Мы не можем сделать это сами. Мы осознаем свою слабость и ошибки прошлого. К тому же у нас нет всех ответов. Из-за этого мы боимся идти вперед. Мы должны увидеть нечто, ведь в противном случае мы никогда не выйдем из тени. Мы будем знать, что есть спасающая вера, но не будем выходить на яркий свет. Мы должны понять, что есть силы, способные помочь нам. В послании к римлянам 1 главе 16 стихе Павел пишет, «Я не стыжусь Евангелия». Это сильная слава. «Я не стыжусь Евангелия». Мне кажется, что мы не осознаем то давление, которое оказывается на нас и говорит, «Вы должны стыдиться Евангелия». Они вспомнят вам плохие главы из истории церкви, плохих людей, выступавших от имени церкви. Они скажут, «Как вы смеете защищать это?» «Вам должно быть стыдно?» А я отвечаю им, «Как вы смеете?» «Как вы смеете» «Манипулировать историей и менять записи, отрицая мое наследие?» «Я не стыжусь Евангелия». «Евангелие» — это послание Иисуса из Назарета. «Заявление о том, что Иисус — это Мессия, Сын Божий. Я не стыжусь говорить о том, что верю в Иисуса Мессию, Сына Божьего. Я не стыжусь Евангелия. Я не стыжусь говорить о том, что верю, что Иисус родился отдельно. Я не стыжусь говорить о том, что верю, что Иисус умер на кресте, и что Бог воскресил его к жизни. Я не стыжусь говорить, что Он вознесся на небеса и сидит одесную Бога Отца Всемогущего. Я не стыжусь говорить о том, что Он вернется на землю. Я не стыжусь говорить о том, что Он будет судить живых и мертвых, и что всякое колено преклонится. Я не стыжусь говорить о том, что Он будет судить живых и мертвых, и что Иисус исповедует Иисуса из Назарета Господом всего. Я не стыжусь Евангелия. Я хочу добавить еще к этому помимо два стиха. Это сильные стихи. Первая глава послания к римлянам, 18 стих. Можете проверить меня позже. Отметьте это место. Там сказано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину, но не просто так, а ложью». В предыдущем стихе говорилось, что Евангелие — это сила Божия ко спасению каждому верующему, чтобы мы были праведны перед Ним. Нужна Божья сила, чтобы сделать нас праведными. Мы не таковы сами по себе, но есть сила, которая помогает изменить нас. Это радостная весть Евангелия. Но вы не примете эту силу, если не признаете, что эта сила принесет суд, если вы поверите в силу во благо. Нелогично верить в хорошего Бога и не верить в Бога справедливости. Следующий стих говорит, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину». Я хочу остановиться на этом, потому что мы живем во время, когда идет агрессивное подавление истины. Вы знаете это. Подсознательно или сознательно. Яркий пример. «Мы убрали 10 заповедей со стен школ, потому что, Боже упаси, сказать в школе «Не убей!» Или мы говорим. Больше нельзя молиться в школах. Мы не хотим видеть молитву в наших школах. Мы позволили убрать ее из школы, потому что не ценили ее дома. Но это уже совершенно другой вопрос. Сегодня в любом месте, где задействованы федеральные доллары, не хотят, чтобы вы произносили имя Иисуса. Насколько я помню, я сам даю деньги государству. Но нам говорят, что имя Иисуса не приветствуют в этих местах. И мы сказали, «Ну, хорошо. Мы хотим быть толерантными». Мы не хотим сеять раздор. Я не вижу, чтобы представители других мировоззрений проявляли толерантность и инклюзивность. Реальность такова, что наша страна формировалась на христианском мировоззрении. На самом деле, первые 150 лет нашей истории христианства было частью нашей общественной жизни. Правительства, университеты, школы, даже наши самые известные памятники и здания содержат местописания, которые вырезаны на камнях этих зданий. А все потому, что большую часть нашей истории это было неотъемлемой частью нас самих. Но в последнее время стало модно подавлять истину, отрицать наше наследие, называть его незаконным и неподходящим. Представьте любого другого представителя американской культуры, которому правящие силы говорят, твое наследие незаконное и неправильное. Мы ни за что бы не были толерантны. Невозможно представить, чтобы это была лишь человеческая инициатива. Я считаю, что за ней стоит духовная мотивация по подавлению истины. Я не собираюсь молчать. Это моя стража. Я защитник Евангелия. Евангелия Господа Иисуса Христа. Мы не должны быть злыми, критичны, осуждаться или быть жестокими. Мы просто берем Иисуса, куда бы мы ни пошли. Мы берем Его на поле битвы с собой. Мы берем Его на охоту. Да, мы идем за индюшкой, но прежде чем начать охоту, я хочу помолиться. Я беру Его в бизнес. Мы работали над строительством несколько лет назад. У нас была первая встреча с подрядчиком и командой. И глава строительства сказал, не хотите ли помолиться? Я спросил, а вы всегда молитесь перед встречами? Он сказал, нет. Тогда я сказал, вы не обязаны молиться и со мной. Я молился перед вашим приходом и помолюсь, когда вы уйдете. Я молюсь о вас и о вашей работе. Все, что вы будете делать в ближайшие месяцы, будет покрыто молитвой. Я с радостью помолюсь с вами. Но вы не должны прикидываться. Я не прошу вас делать того, чего нет в вашем сердце. Я прошу вас проявлять веру там, где ваше лидерство важно. Если вы ведете где-то борьбу без веры, извинитесь перед Господом и скажите, теперь я буду вести ее в вере. Я пришел не для того, чтобы обвинить вас, но чтобы пригласить вас пройти это вместе. Мы разовьем навыки, чтобы приобрести нужный опыт. Время от времени меня приглашают помолиться, например, на открытии чего-нибудь. Это публичная молитва за какое-то место или дело. Сейчас не так часто, потому что я говорю прямо. Но раньше меня часто приглашали помолиться. Мне говорили, там будет разношерстная публика. Если вы не против, пастор, мы бы не хотели, чтобы вы использовали имя Иисуса. Вы могли бы помолиться так? Они просили об этом меня, а значит, я буду просить и вас. А я говорил им, если приду я, то придет и Иисус. Придет Иисус. Мне непривычно было делать это, но я просил своего помощника посчитать, сколько раз я использовал имя Иисуса в молитве. Для меня это стало соревнованием. Мы здесь под присмотром Иисуса. Мы благодарим за силу, которую Иисус дал нам, чтобы прийти сюда сегодня. Я хочу еще раз взглянуть в историю. Подавление истины стало частью мира. Все не так, как должно быть. Когда отцы-основатели писали Конституцию, то перед ее принятием добавили биль о правах. Десять поправок, которые гарантируют неотъемные права граждан. Я хочу прочитать вам первую поправку. Цитирую. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии. Мы много знаем об этом. Конгресс не должен ставить одну религию выше другой. Это меня не обижает. Нам не нужен Конгресс, чтобы понять нашу веру. Нам нужно, чтобы Конгресс держался подальше от веры, которую мы практикуем. И отцы-основатели понимали это. Христианство не было государственной религией этой страны, но было религией большинства. Мы всегда были страной с разными верами. Следующая фраза. Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии, либо запрещающего свободное ее исповедание. Либо ограничивающего свободу слова или печати. Конгресс не будет издавать законы, запрещающие свободную практику нашей религии. Это не похоже на мир, в котором я живу. Мы много знаем о свободе прессы. Ее нельзя удержать. Даже если бы мы захотели. И когда кто-то предлагает ей замолчать, то сразу же получает множество реакций. Но нам говорят, что послание Иисуса не приветствуют в университетах, в школах и в других местах. Это возможно лишь тогда, когда люди, призванные быть солью и светом, не знают, как вести в вере. Мы требуем своих прав на здравоохранение, на образование, на пятое и на десятое. Я не против этого. Но настало время церкви возвысить свой голос. Перед тем, как мы закончим, я бы хотел помолиться с вами. Мне кажется, что церковь в нашей культуре, и я имею в виду людей, из которых состоит церковь, по большей части, спит, когда вопрос касается вещей Божьих и Царства Божьего. Сон — это неплохо, это естественное состояние. Но когда вы спите, то ничего не знаете и не делаете. Я считаю, что очень мало из перемен в нашей культуре связано с библейскими ценностями. Церковь спит. Я верю, что Дух Божий может пробудить свою церковь. Я молюсь об этом сегодня. Я не жду других. Я готов сказать, «Господи, помоги мне найти свой голос, чтобы стоять ради Иисуса». Тогда давайте же помолимся. Отчим, я благодарю Тебя за каждого, кто слышал сегодня это слово. Я молюсь о том, чтобы Дух Божий пробудил в нас смелость и желание использовать свой голос в защиту Иисуса. Спасибо за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборре. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Культура часто ставит под сомнение нашу личность, разделяя людей по расе, полу, политическим предпочтениям или социальному статусу. Мы последователи Христа, и нашей главной характеристикой является наша связь с Иисусом. Книга «Я во Христе» была создана для того, чтобы помочь лучше понять нашу сущность во Христе, чтобы жить с поверью. Вы получите эту книгу в знак благодарности за свое пожертвование. Если вы пожертвуете 25 долларов или больше, то получите не только книгу, но и проповедь пастора Аллена «Иисус меняет все». Позвоните нам сейчас и получите книгу и DVD. Или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете это служение. Культура часто ставит под сомнение нашу личность, разделяя людей по расе, полу, политическим предпочтениям или социальному статусу. Мы последователи Христа, и нашей главной характеристикой является наша связь с Иисусом. Книга «Я во Христе» была создана для того, чтобы помочь лучше понять нашу сущность во Христе, чтобы жить с поверью. Вы получите эту книгу в знак благодарности за свое пожертвование. Если вы пожертвуете 25 долларов или больше, то получите не только книгу, но и проповедь пастора Аллена «Иисус меняет все». Позвоните нам сейчас и получите книгу и DVD. Или заходите на наш сайт. Спасибо, что поддерживаете это служение.